Денис Васюткин, как и все мужчины, 8 марта обязательно заходит в салон цветов. Нужно выбрать букет для любимой, а еще позвонить маме и не забыть про коллег. Но поздравлений в этот день ждет и сам Денис. Он родился в Международный женский день. По давней традиции, собственный праздник отмечает на день позже. Сначала женщины, потом день рождения. День рождения можно перенести 8 марта, не перенесешь никуда. И обходятся в этот день и без приколов со стороны друзей. Обязательно найдутся те, кто поздравит с 8 марта. На такие шутки Денис не обижается, чувство юмора не подводит. А вот Никите Попову пришлось преодолевать себя. В школьном возрасте чувствовал глубокую обиду, когда его рожденного 8 марта поздравляли с женским праздником вместо дня рождения. Обижался, обижался. Потом мне как-то в один прекрасный день, на день 8 марта бабушка подошла. Ты что-то такой грустный. Ну и объяснил ситуацию. Ну вот так-то, так-то, так-то. Не люблю такие шутки. Вообще этот день не люблю. Почему именно я поторопился? Почему я именно вот именно 8 числа выбрал? Мог бы выбрать 7 или вообще 9, там родиться. Ну она так посмотрела, послушай меня. Старшее поколение же мудрое. И как-то сказала мне, посмотрела на лицо. И ты, Никита, запомни одно, ты подарок своей маме. Ты наоборот должен радоваться, гордиться. С тех пор к дате своего рождения относятся проще и всегда празднуют день в день. Невеста Никиты обязательно устраивает ему сюрпризы. И два праздника объединяются в один большой семейный, когда сначала букеты и подарки получает Ксения, а потом поздравления принимает Никита. Кстати, он сам, будучи студентом в Якутске, познакомился с еще одним 8 мартовским мужчиной. Степан Порядин – популярный якутский актер, дату своего рождения не скрывает. Степа – обычный мегино-конголасский парень, который благодаря труду добился уважения и пользуется огромным успехом в творчестве. Этим и вдохновляет, как и многие российские деятели культуры и искусства, для которых 8 марта – важная и значимая дата, ведь в этот день они появились на свет. И так приятно провести его в окружении счастливых женщин.